Я стараюсь, наверное, в общем сочетать, что это музыкальный продюсер и саунд-дизайнер, потому что я стараюсь разные задачи решать и писать музыку в разных стилях, делать много саунд-дизайна, линейного и нелинейного, и для гейма-аудио, и для проектов, локальный продакшен, миксинг, мастеринг, поле записи. В общем, максимально широкий спектр, то есть я стараюсь быть таким комплексным аудио артистом во всех проявлениях. Когда я был маленьким, я делал ремиксы у себя в голове на руссконародные песни, но я был совсем мелким, я не знаю, мне было может лет десять. Мне нравились какие-то руссконародные мотивы, я в голове там беточки накладывал, бас, какие-то лиды, вот, и потом, когда компьютер появился там первый, я начал что-то там пробовать писать. Я сужу по себе, потому что я тоже был раньше больше в сторону музыки, а потом со временем узнал, что есть еще вот такая штука, как саунд-дизайн, и мне это помогает и там, и там. То, что я знаю в музыке, я переношу в саунд-дизайн. То, что я знаю в саунд-дизайне, в игровом, в киношном, я переношу в музыку, и очень много появляется вот таких вот отмеплений интересных, которые могут украсить трек, дать новые интересные текстуры какие-то создать. Ну, и вообще, в принципе, знаний просто больше становится, которые голову немножко так сознание расширяют. Саунд-дизайн такой новый глоток, потому что он отличается от музыки, и интересно создавать звуки, которые потом работают в кино. И самое смешное, как иногда эти звуки создаются, и как они выглядят на экране, когда там из скрипа перчатки и шин грузовика получается Годзилла, который в голливудском фильме звучит очень массивно.